Добрый вечер! По ходу дела возникают серьезные проблемы, начинается ропот, недовольство и, наконец, ропот прорывается наружу. 11 глава, 4 стих, а сброд, который был среди них, сброд имеется в виду разношерстная толпа иноплеменников, которые вышли вместе с еврейским народом из Египта. Они здесь были зачинщиками. Так вот сброд, который среди них, стал проявлять прихоти. А потом заплакали сыны Израиля и сказали, кто накормит нас мясом. Вот это вот девиз всего этого отрывка «Хотим мясо». Просто кто накормит нас мясом? Риторический вопрос. Нет ли здесь мяса? В пустыне не продают ни мясные консервы, ни другие мясные продукты. И услышал, мужи, и очень разгневался Бог, и это было злом в глазах мужи, и сказал мужи Богу, зачем ты сделал плохо твоему рабу? И чем я так не угоден тебе, что ты взваливаешь на меня бремя всего этого народа? Разве я вынашивал весь этот народ во чреве, или я родил его? Что ты говоришь мне? Неси его на руках, как носит грудного младенца в страну, которую ты клятвенно обещал дать его отцам. Откуда у меня мясо, чтобы дать всему этому народу? Когда они рыдают передо мной со словами «Дай нам поесть мясо, чтобы мы насытились», не могу я один вынести весь этот народ. Это слишком тяжело для меня. И ответ Всевышнего прежде всего относится к последней жалобе мужи. Не к его вопросу, откуда я возьму мясо, а к его вопросу, что я один больше не могу, я не в силах совладать со всем этим народом. И сказал Бог мужи, собери мне 70 мужей и старейшин Израиля, о которых ты знаешь, что они старейшины народа и его смотрители. То есть те, которые были смотрителями еще во время египетского рабства. Те, которые защищали евреев, будучи смотрителями, они принимали на себя наказание за невыполненную норму вместо тех рабочих, которые эту норму не смогли выполнить. Вот их соберешь, возьми их к шатру собрания, и пусть они там станут с тобой. А я не зайду и буду говорить там с тобой и выделю от духа, который на тебе и возложу на них. И станут они нести бремя этого народа вместе с тобой, и ты не будешь нести его одиночку. То есть рядом с Моше возникает совет старейшин, совет из 70-ти старейшин, который в дальнейшем, в античную эпоху, получит греческое название Санедрин, совет старейших буквально по-гречески. И шагом для, основным шагом для образования этого совета старейшин является пророческий опыт для них. То есть они должны пережить, должны реализовать способность быть пророком. Быть пророком не означает предсказывать будущее. Быть пророком означает иметь контакт со Всевышним, с самим Творцом мира. Вот этот контакт осуществится, когда все соберутся вокруг Мишкана, вокруг Соборного Шатра, и Всевышний выделят от того пророческого духа, который снисходит на Моше, который прибывает, точнее, на Моше, и от него он эманирует, снизойдет к 70-ти старейшинам. И они тоже будут пророчествовать. Это, что касается последней просьбы, последней его жалобы. Трудно ему одному нести бремя всего народа, будет ему помощь. Советы 70-ти старейшинам. Но что касается первой и основной-то жалобы. Откуда мне взять мясо? «А народу скажи, продолжает Бог, осветитесь к завтрашнему дню, и будете есть мясо, как вы и плакали, говоря, чтобы услышал Бог, кто накормит нас мясом. Просите мясо, мясо будет. Бог даст вам мясо, и будете вы есть, но не один день будете есть, и не два дня, и не пять дней, и не десять дней, и не двадцать дней, а в течение месяца, пока оно не упойдет у вас носом и не станет для вас мерзким. То есть, пока вы будете есть мясо, пока оно вам не опостынет. Это за то, что вы пренебрели Богом, который среди вас, и плакали перед Ним, говоря, «Зачем же мы вышли из Египта?» Так есть обещание мяса, но обещание совсем не веселое. И понятно, что вслед за ним последует и кара. То есть само это мясо придет вместе с карой за измену, за плач по поводу того, что жалко, что нас увели из Египта, там в Египте было лучше. Может быть, мяса не было, но хотя бы, по крайней мере, рыбы было в достаток. И сказал муже, «Шестьсот тысяч пеших – народ, среди которого я нахожусь. А ты говоришь, я дам вам мясо, и они будут есть месяц». А шестьсот тысяч – это только шестьсот тысяч пеших, имеется в виду взрослых мужчин. А так народ – это будет больше двух миллионов людей, может быть, и по три. На весь этот народ мясо? Да если овец и коров зарезать для них, будет ли этого им достаточно? Если бы все рыбы собраны были для них, будет ли им достаточно? И сказал Бог муже, развязку деет рука Божья? Вот теперь ты увидишь, сбудется мое слово или нет. Диалог этот представляется, мягко говоря, странным. Мужей все время напирает на то, что так много людей, значит, так много мяса нужно. Если бы разговор шел о подвозе мяса, поставках мяса в Синайскую пустыню, действительно, это проблема сложная. Трудно привезти из Египта или еще из каких-то мест в Синайскую пустыню мясо для того, чтобы досыто накормить им миллионы людей. Но речь здесь идет же не о том, что Всевышний пообещал мясо. И как он сам говорит, а что развязку деет рука Божья, это у человека есть ограничение времени в пространство, ограничение в массе, которую он может нести. Но у Всевышнего, который создал мир, у него нет, он безграничен. И как он безграничен, так и возможности его безграничны. 600 тысяч людей, 600 миллионов, да хоть 600 миллиардов. Обеспечить им мясо не сложнее, чем создать мир. Но ведь не может же быть, чтобы такие азбучные истины Всевышний должен был внушать Муше здесь, в этом диалоге. Муше не был таким человеком, которому нужно было бы объяснять эти вещи, они кажутся простыми. Он засомневался. Он утратил в веру безграничные возможности Всевышнего. Вот проблема, которая есть здесь в этом тексте. Раши в своем комментарии, от себя он ничего не говорит, он приводит три мнения трех мудрецов эпохи Мишны, трех Танаим, цитируя их слово в слово. И начинает он так. Это одно из четырех мест, в толковании которых Раби Шимон не был согласен с Раби Акива. Раби Акива, то есть здесь мы сейчас увидим прежде всего два разных объяснения этого отрывка. Одно объяснение Раби Акива и другое объяснение Раби Шимон. Начинаем с Раби Акива, и Раби Шимон был учеником Раби Акива. Итак, Раби Акива говорит, 600 тысяч пешек, а ты сказал, я дам им мясо, и они будут есть целый месяц. Если овец и коров, сказано, если овец и коров зарезать, разве это им будет достаточно? Все в прямом смысле. То есть нужно понимать это в прямом смысле, как и написано. Разве им этого хватит? Вот чем был вопрос, Боже. Раби Шимон говорит, Боже упаси, нельзя понимать это так в прямом смысле. Ведь, конечно же, не приходило такое на ум тому праведнику. Да неужели тот, о котором написано, во всем моем доме доверен и он? Ведь это сказано в конце недельного раздела этого дня, в следующей главе Туры. Всевышний Сам, это не мы говорим, наше мнение о Муши, а Всевышний Сам свидетельствует и заверяет. Во всем моем доме, бы хоть бы идти на Ивану, во всем моем доме доверен и он. То есть человек, от которого нельзя спрятать, что такой доверенный тот, как в моем доме. Человек, от которого ничего нельзя спрятать, все, что есть в нашем доме, он все знает, что где лежит. Так как такой человек может засомневаться, что Всевышний при желании может накормить 600 тысяч людей мясом? Ну, уже ли тот, о котором написано, во всем моем доме доверен и он, скажет, у Всевышнего не хватит для них мяса? Но, на самом деле, вот как следует понимать его слова. 600 тысяч пеших, а ты сказал, я дам им мясо, и они будут есть целый месяц, а потом их уничтожишь? Овец и коров зарезать для них, чтобы эта еда была для них последней? Да неужели такое во славу тебе? Ну, уже не сомневается, говорит Рабиш, и он в способности Всевышнего накормить их мясом. Но ведь Всевышний сказал, что это не просто будет мясо. Это будет мясо вместе с карой. Или само мясо будет карой. Всевышний поразит людей, которые будут есть мясо. Потому что я понял, что они погибнут. Значит, что же это будет? Это будет как прощальный обед человека, присужденного к смертной казни, которому при смертной казни дают возможность заказать в лучшем ресторане еду, которую он любит. Кстати, это совершенно принятая практика, действительно. В тех странах, в которых еще практикуется смертная казнь, осужденному на смерть обычно дают возможность хорошо и вкусно поесть перед казнью. Это принятая практика, но на самом же деле это же, я не знаю, смешно, глупо, по крайней мере. Но если люди это делают, если тюремному начальству или кому-нибудь это кажется даже нормальным, но разве это в этом будет слава Всевышнего? Когда Всевышний дает благо, то это благо, оно и есть благо. Чтобы благо обернулось для человека бедой, это не благо. Дать то, что Всевышний сказал, что Он всех их накормит мясом, но это будет для них последняя еда, будут они есть мясо, пока не опостырят, пока носом у них не пойдет. И пока не умрут они от этого самого мяса. Вот это показалось, муж, и странным. Неужели такое во славу тебе? Разве говорят ослу, ты вот поешь, возьми ячменя, а потом мы тебе голову отрежем. Иными словами, если они уже заслужили наказание, то зачем перед наказанием кормить их мясом? Для чего это нужно? Что это за последняя трапеза? Ответил ему Всевышний, если я не дам, то скажу, что моя рука оскудела. Предположим, я соглашусь с твоей логикой, говорит Всевышний. И что? Наказать их надо. Их накажут. Не накормив мясо. Понятно. Но люди тогда скажут, ага, то, что мы говорили, правда. Нет у него возможности накормить нас мясом. Не зря мы плакали. Поэтому не в качестве последней трапезы, осужденному на смерть. Нет, а просто для того, чтобы не говорили, что нет у Всевышнего достаточно сил для того, чтобы накормить. Хорошо ли, по-твоему, если им покажется, что рука Бога оскудела? Так объясняет этот самый диалог раби Жима. И так есть у нас до сих пор два мнения. Раби Акива, по словам которого, нужно понимать этот отрывок просто, то есть, кто действительно мужчина уже задает вопрос, как на 600 тысяч человек мясо? И раби Жимон, который говорит, да нет, никакого здесь сомнения. Не было мужчин, не сомневался, не было здесь ни тени сомнений. Разговор с Жимоном был совершенно о том, о другом, о том, правильно ли давать им мясо, нужно ли давать им мясо непосредственно перед наказанием, которое неизбежно придет, как Всевышний сказал. Выше. Но в дальнейшем Раши приводит еще и третье мнение. Мнение Рабан Гамлиэля, сына Рабиуда Анаси. Тот говорит так. В качестве начала его комментария Медраж приводит поговорку, которую нам сегодня сложно понять, потому что мы не говорим на языке той эпохи и поговорка эта нам мало понятна. Но приблизительно нечего говорить о ерунде, обессмыслице. Что это означает? Если трехлетний ребенок плачет, топает ножками и говорит хочу, хочу то, хочу то, хочу. Вы станете ему сейчас объяснять, почему ему не нужно это то или почему это трудно принести, трудно, и у нас этого нет дома нужно купить или так. Да, он плачет, он капризничает, но если он плачет и капризничает, то действительно ему вот так вот сейчас необходимо то, что он требует? Да нет. Он плачет и капризничает совершенно по другой причине. То ли потому, что он больной, то ли потому, что он устал и хочет спать, поэтому он капризничает, то ли потому, что он хочет привлечь к себе внимание. Иными словами, самые разные причины, но только не то, что он действительно нуждается в том, что он требует, когда он орет и топает ногами. Поэтому говорить с ним и спорить бессмысленно и бесполезно. Точно так же и здесь. Ты ничем не удовлетворишь, все равно станут осуждать тебя. Иными словами, конечно же, может, уже не не сомневался способности Творца мира накормить мясом 600 тысяч человек и 600 миллионов и 600 миллиардов тонн. Не в этом дело. Вопрос, удовлетворится ли этим их просьба. Они роптали, они плакали. Кто накормит нас мясом? Ну, ты им сейчас дашь мясо. Я знаю, что ты дашь мясо вдоволь, сколько им нужно. Пока износами пройдет. Но только все равно они не останутся довольны. Они все равно будут осуждать тебя. Если ты дашь им говяжье мясо, они скажут, да нет, почему говяжье, да мы хотели баранины. Хорошо. Ты им дашь баранину, они скажут, да нет, мы хотели говядину. Или мы хотели дичь, птицу, курицу мы хотели. Или мы хотели рыбу. Иными словами, нет смысла, поскольку они ищут только предлог. Иными словами, все это требование мяса, это только предлог для выражения своего недовольства. А корень-то совсем другой. Поэтому чего бы ты ни дал, они все равно будут продолжать плакать, они все равно будут продолжать жаловаться. Нет, мы хотим другое мясо. Поэтому нет смысла давать им мясо. зачем? Сказал ему Всевышний, если я не дам, то скажу, что руки мои короткие. Это будет хилу тогда мужей сказал Богу, я пойду и уговорю их. Я попробую уговорить. Да, но Всевышний уже ему сказал, что нет смысла. Нет смысла говорить о бессмысленности. с капризами не спорят. Капризнейшего человека не уговаривают. Он все равно будет капризничать. Тогда почему? Может, я говорю, все-таки я пойду и уговорю. Сказал ему Всевышний, вот теперь увидишь, сбудется ли мое слово. Они тебя не послушают. То есть, если в предыдущем комментарии, вот теперь ты увидишь, сбудется мое слово или нет, это ответ за сомневавшемуся человеку, ты сомневаешься, хватит ли у меня мяса для того, чтобы накормить весь этот народ. Сейчас посмотришь, хватит моего мяса или нет. Посмотришь, сбудется ли то, что я обещал им мясо или не сбудется. Здесь в комментарии Рабан Гамлиэля, сын Рабиуда Наси, это относится к совсем другому. Я ж тебе сказал, нет смысла говорить с ними. Безнадежно. Это гиблое дело. Зачем? Лучше уж я им дам этого мяса. Да, они будут продолжать капризничать. По крайней мере, не будут говорить, что рукобугаску дело. А мужик говорит, нет, я все-таки попробую уговорить их. Муж, я ж тебе сказал, что они не послушают. Ты все-таки хочешь, пожалуйста. Пойди, поговори с ними. Вот тогда ты увидишь, сбудется мое слово или нет. Какое слово? То, что я сказал выше, они тебя не послушаются. И мужик действительно пошел уговаривать их. И сказал, неужели рука Бога оскудела? И сказали они, а, это все увертки. То, что ты вместо того, чтобы дать мясо, как это русский народ говорит, соловья баснями не кормят. Мясо хотим. А ты нам сказки рассказываешь про то, что рука Бога не оскудела. Значит, если вместо мяса речи и убеждения, значит, нет мяса. Не может он исполнить наши желания. Вот так и следует понимать эти слова. И вышел в муше и говорил народу. Поскольку они не стали слушать его, то цепочка событий стала развиваться в другую сторону. Вот этот последний комментарий, последнее объяснение Рабангамлиэля, сына Рабюда Анаси, оно очень подходит тому тем объяснением, которые мы цитировали здесь на предыдущих уроках, которые объясняли всю логику поведения еврейского народа в пустыне. Когда началось все с отхода от горы Синай, и наши мудрецы зафиксировали там вздох облегчения, фу, кончился период пребывания у горы Синай, за которые мы получили 613 заповедей, нам хватит. Слава Богу, больше заповедей не будет. И этих достаточно. То есть на протяжении этого времени начало скапливаться некоторое внутреннее душевное давление, хронический стресс. Сначала от ощущения того, что каждый день дают новые заповеди, новые запреты, это нельзя, и это нельзя, и это нельзя. Затем начинается дорога по пустыне. Затем проявляется ропот. Сначала они оформлены, как бы ропот. И он ищет себе выхода. Когда человек ропщущий ищет, а почему он ропщущий, а чего ему не хватает, и на самом деле вроде все есть. Что можно еще хотеть? Но недовольство, скрытое раздражение, которое накапливалось на протяжении всего этого пути, оно ищет себе повод. Именно поэтому говорит Мож Евсевышнему, какой смысл давать мясо? Да ведь не мясо же они хотят, не в мясе дело. Это каприз. Им трудно жить сознанием такого большого количества заповедей. то, что они жаловались, почему они хотели мясо вместо манна. Ведь есть же ман, который они получают каждый день. Небесный хлеб, да. Но жить с этим манном, это жить под ощущением постоянного наблюдения, ажгаха, постоянный контроль. когда каждое слово и каждый поступок, который человек совершает, он тут же отражается моментально. Сегодня ман падает человеку у входа в шатер, а завтра он сказал какую-то гадость, глядишь, приходится уже искать на соседней улице. жить с ощущением, что все, что ты делаешь видно, все, что ты говоришь, слышно, это очень непростая жизнь. Жизнь, которая накапливает такой хронический стресс, и вот он прорывается. Поэтому, говорит, моим мужей нет смысла. Зачем их кормить мясом? Ну что, все вы же не возражили? Ты прав с одной стороны, но с другой стороны нельзя допустить, чтобы они сказали, что вот рука бога скудила. Поэтому мясо будет. Но сначала, поскольку все попытки уговорить народ отказаться от своего требования мяса ни к чему не привели, то переходим к следующей стадии плана. А следующая стадия плана была созыв еще до того, как получится мясо. До этого Всевышний сказал созвать совет старейшего. Может быть перед этим еще имеет смысл посмотреть, что говорит Ромбан. Вот этот риторический вопрос, разве оскудеет рука бога, Ромбан объясняет, что, конечно же, рука его всевышнего способна дать им то, о чем они хотят и даже естественным путем. Вот о чем был спор. То есть, конечно же, никто не сомневался, никто не собирался сомневаться, что творец мира, который створил мир, для него не представляет никакой сложности накормить людей мясом. сколько нужно. Но это чудесным образом. Точно так же, как можно создать мир, можно создать миллион тонн мяса. Не сложнее. Но то, что Всевышний здесь говорит, разве оскудеет рука бога, не имеется в виду. Чудесные преобразования имеются в виду в рамках естественным путем. Не явное чудо, а скрытое чудо, при помощи которого Всевышний управляет миром. То есть и естественным путем, это то, на чем здесь наставил Всевышний, что и естественным путем нет преграды, нет сложности для того, чтобы накормить этот народ естественным путем мяса. Он не совершался совершать ради этого чудес. И как на самом деле было? Если мы забегая вперед в этот рамбан посмотрим, каким образом получили мясо, так сказано, что ветер поднял от моря стаи перепелов и отпустил их и опустил их на стан. Но эти перепела не были сотворены в тот момент специально для народа из Израиля. Это не создание из ничего. Нет, это перепела нормальная, реальная. Откуда они здесь взялись в таком количестве? Это не так уж сложно объяснить. В этом не было никакого изменения природы вещей. Да и раньше с ними такое случалось. И в происшедшем теперь не было ничего нового с учением того, что перепелов было очень много. То есть перед нами у Трамбана вполне естественное явление. И весь спор здесь идет именно о естественном явлении. Ему же сомневается, хватит ли, есть ли возможность. Он понял, что Всевышний не собирается творить ради них чудес. И конечно нет. Чудеса творились при исходе из Египта. Явные, очевидные. Все. Теперь уже все естественным путем. Теперь Всевышний управляет при помощи скрытых чудес. Скрытых явных. То есть не нарушающих природу вещей, не нарушающих естественного хода событий. Так мясо откуда эти перепела? Совсем не так словно. Действие происходит в начале лета. А что происходит в наших краях в начале лета? Перелетные птицы возвращаются из Африки и других жарких стран по дороге в Северную Европу, Азию, аж до Сибири. И путик проходит как раз через и через Синайский полуостров тоже может пройти. Может быть западнее, восточнее, но совсем не так далеко. И совсем уж не так трудно привести к тому, чтобы они оказались здесь. И любопытно, что то, что объясняется потом, что эти перепела вдруг попадали кучами в невероятных количествах на землю, вот это действительно странно, но оказывается, что это явление уже описано в очень популярной раньше книге, великолепной книге Брэма «Жизнь животных». Вот что он там пишет. На северном побережье Африки можно наблюдать интересное явление, связанное с перелетом птиц. Сначала наблюдателю видно только колеблющиеся над поверхностью воды темное облако, которое быстро приближается и чем ближе, тем ниже оно опускается. Точно так же, как летит самолет сначала высоко, а потом над морем начинает снижение. Чтобы затем, чуть ли уж не на гребне достигающей берега волны буквально смертельной усталости приземлиться. Приземлиться, хорошо сказано, плюхнуться на песок. Здесь бедные птицы словно оглушенные в течение нескольких минут лежат на песке не в силах даже пошевельнуться. То есть они летят из последних сил, но как только они уже плюхнулись на песок, лежат беспомощно. Пока не придут в себя, пока не отдохнут чуть-чуть для того, чтобы хоть как-то начать двигаться. Вот именно такого рода события и описаны дальше, когда количество совершенно неимоверных перепелов, перелетных птиц таким образом опустились в Синайской пустыне на стан Израиля. Ну, может быть, почитаем, как об этом говорит Тора. Брэм и мужи почитали, с жизнью животных ознакомились, а теперь что? и вышел мужи и сказал народу слава Бога и собрал 70 мужей и старейшин народа и поставил их вокруг шатра. До того, как придет мясо, нужно решить проблему управления. И сошел Бог в облаке и говорил с ними и выделил от Духа, который на нем, на муше и возложил на 70 старейших. Уже говорили об этом. Это процесс, при котором воздействие исходит от более высокой инстанции к низким, когда сама эта высокая инстанция ничего не теряет. Тот пророческий дар, тот пророческий дух, который пребывал на муше, он через него нисходит и на 70 старейших, и они тоже начинают. То есть они в тот момент, когда Всевышний говорит с муше, когда происходит пророческое ведение у муше, то они воспринимают то, что Всевышний говорит с муше, они воспринимают для себя. И Рамбан говорил здесь, что они не стали самостоятельными пророками. Их зависимость от муше продолжалась и потом. Для них муше был как бы ретранслятором пророческого ведения, но собственного пророческого опыта у них не было. Но с тех пор все то, что Всевышний говорит муше, то, что касается управления народом, переходит отныне и к ним тоже. И осенил их дух, и они пророчествовали, но не продолжали. Так объясняет Раша, что это означает, но более не продолжали, то есть пророчествовали они только в один тот самый день. Стали они пророками в тот день, но больше пророчества к ним не приходило. Так объясняет этот термин Влои Асав, который упомянут в оригинале, объясняет Раша. И тут же Раша приводит, что это объяснение его базируется на комментарии метрашистского источника Сифри, а вот Ункилус, то есть арамейский перевод Торы, он-то переводит это слово совершенно иначе. И это действительно язык Торы позволяет очень часто тот же самый корень объяснять его в прямом смысле и в обратном и в прямом противоположном смысле. Как например от слова Шореш есть слово Нэашриш, то есть укоренить и Нэшареш искоренить. И все это находится в том же самом корне Шореш. Так и здесь то, что сказано, что в этот день они пророчествовали и больше уже не прекращали пророчествовать. Ну, еще раз напоминаю, Самбан утверждает, что как бы мы не переводили эти слова, имеется в виду, что даже если мы скажем, что в дальнейшем они оставались пророками, но их пророчество шло всегда через Моше. Не было у них самостоятельного пророческого дара. И остались в стане два человека. Имя одного Эльдад, а другого Мейдад. И снизошел на них дух, и они были из числа записанных, но не пришли к шатру и пророчествовали в стане. Как это понятно? Итак, помимо тех людей, которые стоят вокруг соборного шатра и воспринимают пророчества, помимо них стали пророчествовать еще двое, но они не вышли к шатру. Они не стояли у Мишкана, они остались в лагере своих шатраж. Так что произошло? Как это понять? Прежде всего, почему они не вышли? сказано, они были из числа записанных. Если они были выдвинуты, были они в числе этих семидесяти старейшин, почему они тогда не вышли? Раша говорит, что причиной того была скромность. То есть войти в число семидесяти старейшин управляющих народом они не считали себя достойным. Но пророчество это не помешало. Они были из числа записанных, объясняет Раши. Они были из тех, кто был избран в Сан-Идрин. именно записаны. Ведь записаны были все поименно. Но нужное число было избрано по жребию. То есть кворум было семьдесят человек. Но понятно, что избрание этих семидесяти человек должно быть репрезентативным. Еврейский народ разделяется на двенадцать колен. И скорее всего правильным бы было выбирать нужное количество старейшин. Снова из тех, сегодняшняя говорила, что должны быть только те, которые были над смотрищиком еще в Египте. Но их много. А как их выбирать? Чтобы от каждого колена было равное количество. Несколько сложно, поскольку колен то двенадцать. А членов Совета старейшин Сан-Идрин должно быть не семьдесят два, а семьдесят. Это значит, что от каждого из колен по шесть не получается выбрать, и от двух колен по крайней мере должно быть сокращенное представительство в пять. Каким образом решить эту проблему? Какому из колен сказать, что у вас будет меньше представителей? Мужей не видел никакого способа решения этой проблемы, кроме жребия. Пусть посредством жребия Всевышний укажет, кого он хочет избрать, кого он не хочет избрать. Так вот, имена Ильдада Умейдада были написаны среди тех самых, были на тех самых дощечках, на которых Мужей записал имена старейшин, и они были выбраны, но их не было у шатра. Они остались в храме и пророчества. Читаем дальше по тексту. И прибежал юноша и сообщил об этом Мужей. Мужей в этот момент находится за пределами стана, он находится у шатра собрания, там же находятся остальные старейшины, происходит пророчество. В этот самый момент запихавшись бежит юноша и докладывает о том, что Эльдат Умейдат пророчествует встань. Что такого страшного? И отозвался юноша бенун, служитель Муше, и сказал господин мой Муше, заключи их, заключи их в тюрьму, за что? Муше молчит, кстати. Вместо Муше на слова гонца реагирует его служитель Юшуа бен Нум. И сказал ему Муше, уж не за меня ли ты ревнуешь? Пусть бы весь народ Бога был пророком, если Бог озенит их своим духом, и ушел Муже встан. Он и старейшины Израиля. Так. Как понять столь резкую реакцию Шуа бен Нум. Чем провинились да, думе и да, что они пророчество истанет. В конечном итоге пророчество с них не зашло. Пророк то пассивен в процессе пророчества. Не он выходит на связь. Не он заказывает себе пророчество. Оно не сходит на человека. Он действительно пассивен. В чем же дело? Раши говорит здесь так. Во-первых, слово Клаэм, которое упомянуто в тексте, которое мы перевели. Заключи их. И от этого слова действительно, корень которого Хафла Медалев происходит в современном жаргоне еврейском. Слово Келе, что означает тюрьма. Лехно означает человека заключить так, чтобы он оказался в ограниченном месте. Поэтому мы перевели это, что Юшо потребовал их в тюрьму. И на самом деле немножко странно. Обычно если мы проходим через всю Тору, да и большую часть книг Танаха, то такое наказание, как тюремное заключение практически его почти нигде не упоминается. Смертная казнь упоминается в качестве наказания, да, но тюремное заключение нет. Почему вдруг здесь так? И Раши приводит слова мудрецов, которые говорят, что это слово нужно понимать иначе. Не заключить их в темницу, не посадить их на губу. И имеется в виду другое. Нагрузи их делами общины, и они уже угаснут сами по себе. А, они пророчествуют, скажем, вот, замечательно, замечательно, выдвини их на должности важные в управлении. И тогда они зачеркнут сами по себе, как любой человек, который занимается делами общины. Он постоянно выслушивает просьбы, жалобы, занудства. Он постоянно должен бегать, искать для кого-то денег, для кого-то материальные помощи, для кого-то душевные помощи. Такой человек, духовное развитие его остановится. Быть пророком, это значит, быть человеком мощнейшей, сильнейшей духовности, но человек, занимающийся нуждами общины, на это будет не способен. поэтому получается по этому объяснению, что Иушуа Бенун здесь возревновал к Муше, что как это так, вот пророки есть Муше, он настоящий пророк, а здесь есть еще люди, которые тоже называют себя пророками и пророчествуют на самом деле, так надо сделать так, чтобы они перестали пророчествовать, как взвалить на них нужды общины, и они уже перестанут пророчествовать. Но опять же не ясно, чем мешают Иушуа Бенун другие пророки. Только один Муше должен быть пророком. Казалось бы, из того ответа, который дает Муше, может быть, так нужно и понять, и сказал ему Муше, уже не заменяли, ты ревнуешь, да пусть все будут пророками. Если Бог озенит их. В чем проблема? Я только один должен быть пророком. Да пусть все будут, по мне, пусть все будут пророки. Это словам уже понятны, но реакция Иушуа все-таки остается странной. Поэтому Раши здесь говорит, о чем они пророчествовали. Ведь если они пророчествовали, это значит, что не просто было у них видение пророческое, это значит, они о нем и рассказали, о том, что Всевышний им поведал в этом видении, что же он им поведал. говорит Раши другое толкование, заключи их в тюрьму, потому что они пророчествовали, Мушеу умрет, а Иушуа Бен-Нун, его служитель, введет народ Израиля в землю обетованную. Так два объяснения дал нам Раши. Первое объяснение, по которому выходит, что Иушуа Бен-Нун возревновал, ему казалось неправильным, что есть еще пророки, помимо Муше, поэтому он предложил взвалить на них общественные нужды, и они уже тогда зачахнут сами по себе. Мы сказали, это не очень ясно, почему это ему мешало, ведь 70 старейшин они и должны были стать пророками, А вот по второму комментарию Иушуа потребовал уже действительно попросту посадить их в тюрьму. За что? И тогда здесь состав преступления очевиден, они пророчены, не состав преступления, я точно сказал, но необходимость их запереть на засов, очевидно, они деморализуют народ страшным образом, они утверждают, что Муше умрет, а он Иушуа станет преемником Муше и поведет народ в землю обетованную, как же так? Да ведь это же две составные очевидные были, Муше вывел их из Египта, он должен привести их в землю обетованную, как это может быть так, что он умрет? и что-то не так, что-то неверно, что-то неправильно, нельзя слушать такие речи, поэтому все, что можно сделать, это только запереть их, так объясняет Раша. А Рамбан дает здесь еще дополнительный угол зрения. Этот призыв Фиошоа, пишет Рамбан, заключить их был связан с тем, что когда Муше передавал слова Бога народу, Всевышний выделил от Духа, который пребывал на нем, то есть на Муше, и осенил им старейшина, которые собрались к Муше в шатер откровения. Но те, которые не явились в шатер, сказали, что из избранных семидесяти старейшин двое, по скромности своей, последились выходить к шатеру и остались в лагере. Тем не менее, вели себя так, будто и они осенены пророчеством. Как ведет себя человек осененный пророчеством, но это приблизительно люди представляли. Но только нельзя никогда понять человеку неискушенному, по крайней мере. Человек на самом деле находится сейчас в момент пророческого видения, или он изображает это, или он попросту копирует внешние проявления пророчества. А может быть, еще и третий вариант, может быть, еще и лжепророчества. Как часто объясняют в различных книгах, что многим духовным явлениям соответствуют явления с другой стороны, с обратным знаком. Итак, то, что происходит здесь, вполне можно было так себе представить. Всевышний сказал, чтобы старейшины забрались у шатра, и там он выделит от Духа, который пребывает на Муше, и этот Дух снизойдет на них. Там. А те, которые не вышли туда, откуда у них пророческий Дух? И если они ведут себя как пророки, то, может быть, они лгут или еще что-нибудь похуже. Те, которые не явились в шатеры, тем не менее, вели себя как будто и они осенены пророчеством, приступали тем самым по велению Бога. И поэтому Иушуа сказал Муше, заключи их, ведь, возможно, лживый дух исходил из их уст, и дух скверный говорил через них, поэтому необходимо поместить их в темницу, как людей, которые выдают себя за пророков. В действительности Рамхаль в книге Дархашем в третьей части, в которой он говорит о пророческом духе, пишет об этом самом лжепророчестве. И в ряде глав Танаха описывается явление лжепророков. И это не были просто люди, которые дурачили других, это не были просто шарлатаны, нет, это были люди, которые верили, что они пророки, но только дух, который снисходил из них, это был дух лживый, то есть антипророческий, дух, который создавал у человека иллюзию того, что он сейчас переживает пророческое видение, а на самом деле он видел ложные картины. И было такое явление. Так если они находятся здесь и как бы пророчествуют, так, это ложный дух, ведь они не вышли туда, где должны были стоять и где должны были получить истинное настоящее пророчество. И людей, которые выдают себя за пророков, понятно, их нужно. Но муж я по своей скромности ответил ему, да пусть бы весь народ Бога стал пророками, если Бог оценит их своим духом, ведь если Бог оценил своим духом без того, чтобы отделять от духа, пребывающего на мне, да пусть так произойдет со всем народом Израиля, в чем проблема. Для духа есть какие-то ограничения, из-за того, что они были там в лагере и не вышли к соборному шатру из-за этого. Разве в этом проблема? Да пусть будет так. Если они действительно пророки, пусть будут все пророками. Это объяснение Рамбана. И тут же он переходит к объяснению, которое дает Талмуд. А из слов наших наставников Талмуд исследует, что народе Израиля был обычай, согласно которому никому не следовало пророчествовать в том месте, где есть пророк более великий, чем он. То есть, точно так же, как в дальнейшем в области мудрости всегда были учителя и ученики, так же во времена, когда существовало пророчество до разрушения первого храма, были крупные пророки, а были бней ан-эвиим, то есть ученики пророков, которые учились развивать свою личность для того, чтобы быть достойными пророчества, учились воспринимать пророчество, учились его объяснять, передавать, но они были учениками пророков, и было принято, что в присутствии настоящего большого пророка ученики пророков держат язык за зубами и не пророчествуют. И так сказано в трактате Синедрин, если следовать мнению, было два мнения, о чем именно говорили Эльдаду Мейдад, одно мнение процитировал Раши, что они говорили, Муше умрет, а тот, кто поведет нас в землю обетованную, будет Южуабин его служитель. Если следовать мнению, говорит Талмуд, утверждающему, что Эльдаду Мейдад пророчествовали Муше умрет, тогда понятно, почему Южуа попросил и призвал господину Муше заключи их, это понятно. Но если следовать мнению того, кто утверждал, что они пророчествовали по поводу перепелов, так почему же в таком случае Южуа сказал заключи их, потому что они были подобны ученикам, которые выносят решения в области закона в присутствии своего наставника. Это на самом деле, раньше Барк говорит об обычае, но теперь он переходит уже не обычае. Это закон, очень строгий закон, а именно ученику нельзя выносить аллогические решения в том месте, где живет его наставник, а уж тем более в его присутствии. И если учитель и ученик сидят в бет-мид-раше и подходит человек и задает вопрос и ответ уже на кончике языка у ученика, он должен прикусить себе язык и промолчать. И если он выскакивает вперед и говорит ответ, то он заслуживает наказания, это неуважение к учителям. Здесь речь идет не о законе, не о вынесении аллогического решения. Поэтому Рамбан говорит, это был только обычай такой, обычай, который строится на законе. Что касается вынесения аллогических решений, то это строгий закон, это строгий запрет ученику выносить решения там, где при живом еще учителе, а уж тем более в его присутствии. Но что касается пророчества, то это был только обычай, что пророк начинающий не пророчествует в том месте, где находится настоящий большой пророк. И если даду и даду позволяют себе самостоятельно пророчествовать при еще живом муже, то за это их следует наказать. А муже ответил и ушел, заканчивая трамбан, что он наставник, который готов поступить со своей честью, точно так же, как оравший махаляль кудок. То есть, если наставник, в той ситуации, которую я описал, ученик и учитель сидят, медрак, к ним подходят с вопросом, ученик молчит, как полагается, учитель может сказать, ну, ответь ты. И тогда он имеет полное право ответить. То же самое сказал здесь муже, я нуждаюсь в этих знаках уважения. да пусть все хоть под пороги, чем-то мне мешает. Ну и закончим историю про перепелов. Поднялся ветер от Бога и поднял от моря стаи перепелов и опустил на стан на день пути в одну сторону и на день пути в другую сторону. Вокруг стана почти в два локтя над землей. И стал народ весь тот день и всю ту ночь и весь следующий день и собирали перепелов. Тот, кто собрал меньше всех, собрал десять омеров. Это мера объема. И они разложили это для себя вокруг стана. Это мясо было еще на зубах, еще не переживали, как днев Бога воспылал на народ. И Бог нанес народу тяжкий удар. Люди погибли. И назвал это место Кеврот Хатаава, то есть могилы вожделения. И там похоронили всех возделивших. И от могил этих возделения двинулись к Хатсирот и отправились к Хатсирот. Там на этой стоянке в Хатсирот произойдет другое событие. Не менее романтическое. Но о нем мы уже будем говорить на следующей рамке.